Всем привет, друзья! Сегодня обзор биткоина. Посмотрим на его график, как торговать, какие сейчас ситуации, где мы находимся, как заработать в конце концов. Давайте откроем дневной таймфрейм биткоина. Как мы видим, мы находимся на почти что самом минимальном значении за последние очень много лет. Мы просели с 21 тысячи до 15-16, да? Сейчас гуляем в диапазоне, если мы откроем четырехчасовый таймфрейм, мы увидим, что мы гуляем в диапазоне от 17300 до 16000, да? То есть мы видим сильную поддержку на 16000, много раз цена раз, а скатывало 2, 3 и 4. То есть 16000 это сильный уровень. Почему он сильный? Сейчас я вам объясню, потому что, во-первых, психологический уровень 16000, то есть круглые числа, они сильно отталкивают продавцов и на круглых числах обычно и случаются зоны поддержки, да? Зона поддержки это оттуда отскакивает цена, допустим, в этом, этом, этом и этом случае, да? Почему мы не летим наверх, да, если у нас есть такая сильная зона поддержки? Потому что мы видим, что также у нас есть сильная область сопротивления сверху, да? Вот этот уровень 17000, он много раз ретестился, допустим, вот раз, два, здесь мы даже не дошли на него, и три мы на нем остановились, да? Это говорит нам о том, что наверх мы пока что уйти тоже не можем. Так, как же сейчас торговать? Куда же пойдет сейчас цена биткоина? Давайте я открою вот уж первый вариант, то есть мы продолжаем гулять в этом диапазоне, возможно, какие-то пики небольшие, там, наверх, вниз, но в целом мы продолжаем гулять в диапазоне, это вариант номер один. Вариант номер два, если сейчас продавцы, вот, точнее, да, продавцы немного ослабеют, покупатели вырвут этот уровень, мы сделаем ретест, здесь, как раз-таки, на вот этом вот, на ретесте, вот в значении 17000 мы закупимся и уйдем вверх, да, это наилучший вариант, да, как мы сейчас можем отработать, но, что насчет падения еще ниже, я считаю, что все-таки сейчас мы находимся очень низко, и, по крайней мере, ближайшую неделю мы этот уровень 16000 не пробьем, нам нужен какой-то жесткий катализатор, чтобы его пробить, потому что 16000 все-таки это очень-очень, еще раз скажу, очень сильный уровень. То есть, что у нас по сценарию? Первый, это, как я сейчас нарисовал, мы гуляем в этом канале, да, и потом уже можно рассматривать, как поход вниз, да, так поход и вверх, но это точно не на этой неделе. И второй, более благоприятный расклад, сейчас я удалю все это, секунду, второй, более благоприятный расклад, но для которого тоже нужен какой-либо катализатор, какой-нибудь, может быть, маленькое макроэкономическое событие, да, на рынке США или что-нибудь такое, чтобы покупатели чуть-чуть определились, то сейчас мы находимся в зоне неопределенности. Мы гуляем в этом уровне, покупатели и продавцы равны. Рынок не знает, куда мы будем двигаться, покупатели и продавцы не определились со стороной движения. Так вот, чтобы цена перевалила за отметку 17 тысяч, нужен какой-то калитализатор, чтобы покупатели взяли силу над продавцами, вышли опять-таки за этот уровень, раз, здесь ретест, здесь закупаемся, как я и сказал, и идем дальше, выше на новый уровень. Я думаю, если мы уйдем с уровня 17 тысяч и выйдем, то мы сможем идти вплоть до секунды прогрузки, за трейдинг-вью, то мы сможем идти вплоть до вот этих вот левелов по 23-20 тысяч легко. Легко, просто нам-то ничего не стоит, потому что видим, что тут никаких таких уровней нет. То есть этот уровень, он был лишь поддержкой, и здесь он как сопротивление не проверился, поэтому мы через него легко пройдем и сможем идти еще выше. На этом все, друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно ставьте лайки, можете не ставить, мне без разницы, но если поставите, будет супер. Торгуйте себе в плюс, зарабатывайте, следите за сводками. Всем хорошей недели, всем хороших торгов, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...